Привет, друзья! Работая перфоратором, я оставляю непригодные для работы буры. И вам советую не выбрасывать, ведь из них можно сделать массу полезных вещей. Начнем с маленького бура. Зажимаем в тиски и отрезаем лишнюю часть болгаркой. Далее подбираем подходящую гайку. Таким образом, чтобы она одевалась и оставляла небольшую ямку. Зазор я буду делать с помощью маленькой гаечки. Затем включаем сварку, ставлю ток поменьше, не забываем про антиприлипание и свариваю заготовки въедино. На выходе получается готовая насадка для перфоратора. Вставляем ее в патрон и переключаем на режим удара. С такой насадкой легко и быстро забивать двухсотки или даже трехсотки и более гвозди в древесину. Особенно, если у вас элемент находится на высоте или под неудобным углом. И кувалдой особо не помахаешь. А сами гвозди залетают словно в масло. Также насадка будет полезна, если вы делаете разметку фундамента. Или устанавливаете арматуру для обвязки. Ну, вязки арматуры. Ведь пару стержней можно, конечно, забить молотком или кувалдой. А вот 20 или 30 прутов быстрее и легче утопить в грунт с помощью перфоратора. И не тратятся силы. Катаясь по объектам, в работе мне помогает компактный перфоратор AEG. Это аккумуляторный парень с силой ударов 1,5 джоуля. Имеет три режима работы и реверс. Также имеется подсветка. Сам перф способен до 16 мм делать отверстия в бетоне. Малый вес и небольшие габариты повышают удобство работы в условиях ограниченного пространства. Более подробно можете ознакомиться по ссылке в описании. И сейчас, кстати, идут хорошие скидки. Так что смело рекомендую. Следующую простую полезную идею покажу вам из длинного бура. Зажимаем его в тиски и сделаем его чуть-чуть покороче. Далее на УШМ ставлю шлифовальный диск. И за рукоятку зажимаю в тиски. А сам бур устанавливаю в шуруповерт. И стачиваю край до остроты. Не забывая при этом окунать в воду. Ну, чтобы не перегреть металл. Чтобы устройство работало на 200%, обмотаем рукоять синий изолентой. Обязательно синий. И у нас получился полезный инструмент для мастерской, которым можно намечать отверстия для будущего сверления в древесине. После такого действия сверло будет сверлить точно по отметке. Также, работая с листовым металлом, наш девайс отлично выполняет роль чертилки. Всю разметку видно очень хорошо. Так что тоже полезный инструмент и всегда пригодится как в гараже, так и в мастерской. Если у вас есть старый рыболовный бур, а вы живете на дачном участке или только приобрели его и собираетесь ставить забор, то его можно отлично доработать для домашнего хозяйства. Возьмем самодельный переходник с гайкой и приварим его к основанию бура. На перфораторе ставим режим сверления без удара и включаем реверс. И все, можем смело идти делать лунки под столбы забора. Не забываем, друзья, чтобы столб стоял надежно и его по весне не выпирало, то надо его углублять ниже глубины промерзания. У меня это в полтора метра. Таким образом, чтобы получить забор в два метра, это надо забивать столбы в три с половиной метра. А это, ой, как высоко. Поэтому почти метр мы сможем пробуриться вот таким обычным буром. А остальное расстояние спокойно забить с козлика. И с таким буром делать лунки одно удовольствие. И сам хвостовик от бура отлично тут подходит, ведь он имеет насечки, что позволяет надежно зажимать даже в шуруповерке. И также выполнять работу. Напишите, друзья, какая идея вам понравилась больше всего. И какую бы вы применяли у себя в гараже, мастерской, либо в домашнем хозяйстве. Также прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. И обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем желаю хорошего настроения. Всегда себе упрощайте работу. Берегите силы, здоровья. Всем пока-пока.